И всем привет, ребят! С вами Мастер Банкин. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу обновлений. Сегодня у нас четверг, 4 часа. Это значит, что у нас сегодня уже выходят новые обновления. Есть список обновлений с довольно интересными изменениями. Есть пост с грядущим ивентом ютуберов против разработчиков. И есть у нас старт ивента Ультра Уикенд, который будет на протяжении этих выходных с пятницы по воскресенье в нашей игре. Обо всем по порядку сегодня пройдемся. Ну и начнем с Ультра Уикенда. У нас появляется спецрежим с Воспожигой. Это меня не может не радовать. При том, что здесь написано, что группы включены. Это плато ЦП без улучшений, без никаких дополнительных приколюшек и с повышенной частотой выпадения золотых ящиков. То есть у вас есть отличная возможность поиграть вместе со своими друзьями в группе и понаваливать на Воспожижечки, половить голды и поформить кристаллы. Я считаю, что это очень и очень хорошая вещь. Также очень сильно надеюсь на то, что там отключен нулевой урон. Если там нулевой урон отключен, супер идеальный режим, бомба. Такая же, как была на Воспожмоке последней. Если бы на Воспожмоке последней были бы тоже повышенные золотые ящики, то было бы вообще великолепно. Обновленные ультраконтейнеры. Также появляются у нас специальные миссии, в которых можно взять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18 ультраконтов. Ну, в принципе, наверное, тоже дефолтик, который можно спокойнейшим образом забрать. Ну и появляются спецпредложения. Спецпредложения за 2000 танкоинов, которые включают в себя 5 недельных контов, ядерную энергию плюс 10 ультраконтейнеров и большой спецпак за 20 тысяч танкоинов, 290 ультраконтов, 3 ядерной энергии, скин на Крусейдер XT и сам Крусейдер МК второй модификации. То есть, ну, по сути, дефолтный ивент без никаких дополнительных нюансов. Ну и в супермиссии тоже довольно хорошие. Можно выполнить спокойно на моем бездонате. Не надо никаких определенных вооружений иметь, каких-то определенных корпусов. Спокойно можно на любом вооружении выполнить эти заданочки. Это очень и очень хорошо. Ну и понятное дело, что у нас увеличены фонды и опыт на пятницу, субботу и воскресенье. Скидок у нас нет, так как это ультра уикенд. Это не дисконт уикенд. Дальше. Дальше у нас по программе ютуберы против разработчиков, где уже выкатили составы команд. Как я и предполагал, я не участвую в этой всей движухе. И у нас выбрали два ютубера с русскоязычной локали и два ютубера с англоязычной локали соответственно. Ну и мой предикт. Я думаю, что я выкачу где-нибудь в отдельном видосе, когда буду покупать уже краску. Выскажу, что я думаю по этому поводу. Спецпаки будут стоить по 2000 танкоинов. И включают они в себя 14 дней према, 50 обычных контейнеров. И если та команда, за которую вы проголосуете, выиграет, вы получите еще сверху 30 ультракантов. То есть, ну не сказать, что дешевая, конечно, спецуха, но 14 дней према за 2000 танкоинов плюс 50 кантов, плюс сверху 30 ультракантов. Ну в целом, если угадать, если правильно ответить, то наверное неплохо. Наверное неплохо. Ну и также написано, что будут призы ютуберам в случае их победы. Баллы по программе ютуберы ТО, плюс повышенный процент крейтер тега. И еще каждый ютубер получит по 100 тысяч танкоинов. Неплохие такие плюшки, которые я бы, если честно, был бы тоже не против получить. Но, как всегда, у нас все здесь, ну можно так сказать, немножечко грустно, несправедливо и тоскливо. Но, что поделаешь, ничего не поделаешь. Ну и список обновлений довольно-таки тоже интересный. В ультраконтейнеры у нас добавлено устройство на жигу, а токсичная смесь. Это устройство накладывает на цель пробитие. Саму жигу нагрев снизили с 20.50 до 20.40. То есть, это небольшой нерв жиги. Изиду исправили цвета подсветки лучей для всех эффектов. Она баговала, 100%, и я это видел. И помимо Изиды есть еще много всяких статус-эффектов, не статус-эффектов, а эффектов выстрела, которые багуют и потом начинают моргать какие-то лампочки на карте. Меня, если честно, это уже начинает подбешивать. Вулканчика Крит немножечко занерфили со 140 до 280 до 110 до 220. То есть, по сути, минимальный урон на 30 занерфился, максимальный на 60. Я сказал бы, что это не критично. Чуть-чуть нерфик. Но мне кажется, что Дикавулкан все так же будет эффективен и жестко наваливать. Граму. Время перезарядки снизили на 1.10 секунды. Ну, чуть-чуть что-то станет лучше, но я думаю, что не особо сильно. Магнум полностью перебалансили. И снижение урона это, ну, наверное, не такая большая проблема здесь. Здесь снизили стандартный критический урон, но при этом сплэш-урон будет очень и очень хороший. И, быть может, я вангую то, что может быть возвращение Викинга Арты. То есть, того сочетания, которое могло с овердрайва наносить урон по всяким стенам, по просто холмикам каким-то, бордюрчикам. И с этих бордюрчиков нереально большое количество сплэш-урона летело. То есть, у меня есть предположение, что что-то подобное может быть завтра в балансе с Магнумом. Это чисто вкратце. То есть, я не хочу здесь разбирать каждый параметр, потому что здесь радиусы, углы. И всё тут меняется. Если вам интересно, можете сами быстренько здесь пробежаться, прочитать. Единственное, пройдёмся по устройствам. Устройство усиленный лафет стало, то есть, дороже. Бронебойный сердечник пробития с 7 до 5 секунд упало. Автомизированный механизм загрузки пороха снижает скорость усиления на 25, больше не замедляет перезарядку. Миномётик радиус максимального среднего выражения снижен на 75, радиус критического. Короче, нерф устройства. По сути, нерф устройства. Саму пушку как бы бустанули с точки зрения сплэш урона. Но будет посмотреть интересно, как это будет всё дело в работе. Корпус Харёк. Время действия Сонара или Сонара. Я не знаю, что это за такое слово. Супер великолепное увеличение с 30 секунд до 90. Это, я так понимаю, что ВХ. То есть, просмотр любого танка за стенами вы при овердрайве Харька теперь будете видеть не 30 секунд, а полторы минуты. То есть, ну, с точки зрения хорона-то, наверное, неплохая вещь. Дальше. Корпус Крусейдер. Изменения в овердрайве. Теперь Крусейдер наносит неблокируемый урон. Как и Хоппер, как и Хантер. Урон Сосульки теперь наносит от 2000 до 4000. То есть, при фулл прокачанном Крусейдере вашей модификации вы даёте урон, который может уничтожить тяжёлый танк. Это очень достойно. Это очень круто. Ещё бы это Сосуля бы не багало. Был бы вообще просто великолепно. Плюс увеличен сплэш урон. Радиус взрыва Сосульки. И пробитие с 5 до 9 секунд. То есть, в принципе, очень и очень интересненько. Титанчика изменения в овердрайве. В овердрайв возвращено слабое восстановление союзных танков под куполом. О чём мы говорили на одном из стримов, если я не ошибаюсь, с Глебом. И теперь Титан, ну, можно будет как-то пытаться реализовывать. Небольшая компенсация за появление ещё одного способа – сломать купол. Ну, посмотрим, посмотрим. Что-то интересное с Титаном, чтобы он стал чуть больше в балансе, ну, наверное, неплохо. Но всё равно его очень легко контрить, легко разваливать. Поэтому, ну, наверное, это не сильно поможет. Я думаю, что там, если вот под куполом все статус-эффекты бы сейвились, то тогда это было бы интереснее. Так, ХП, ну, этого будет маловато. Ну, и арес, скорость снижена снаряда с 18 до 12, о чём я говорил тоже на, вроде как, вчерашнем стриме. То, что надо снизить скорость, чтобы сделать арес, арес овердрайв более полезным. Радиус лучей ещё увеличили, радиус взрыва ещё увеличили, радиус максимального урона ещё увеличили. И внутри радиуса взрыва, непрямое попадание, игрок получает 50% урона. То есть, арес овердрайв жёстко забустили. Но поможет ли ему это? Вопрос очень хороший. Потому что, что Крусейдер, что арес имеет овердрайвы, которые забаговались. И они нормально, адекватно урон до сегодняшнего дня не наносят. Надеюсь на то, что багов не будет, и эти овердрайвы будут интересно работать. Мы это всё вместе с вами, конечно же, протестируем. Если вам это интересно, то пишите по этому поводу в комментариях, что в первую очередь протестить. Арес, Крусейдер, обзор на Магнум сделать контентовый, Вулканчик. Ну, Вулканчик, я думаю, что там особо нет смысла никакого. Громчик можно там тоже посмотреть, поэтому пишите, что бы вы хотели бы увидеть в первую очередь. Что вы думаете по поводу ютуберов, в СР-разработчиков тоже можете написать. Но я думаю, что по этому поводу будет ещё отдельный видеоролик, когда я буду покупать спецуху. Я расскажу, почему я куплю именно этот спецпак. И, ну, ещё как бы сделаю свой определённый предиктик в этом плане. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг на него не подписаны. Нажимайте на колокольчик, добро не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте про тег-создателя контента, который находится в наших настройках игры. Я тут даже с катки ещё не вышел. Пытался тут суетнуть конкретную вещь, если кто понял, тот понял. Настройки. Аккаунтик. Здесь снизу. Тег-создателя контента. Мой личный тег, это тег-тимп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. Если вы производите донаты в игру. Плюс, имеете возможность поучаствовать в розыгрыше. На лямчик рисов, на 20 тысяч танкоинов, бэмбэм, туда-сюда участвуйте, зарабатывайте и фармите, кэшбэкаете, бабосик. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.